Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается вот эта головоломка. Она называется FTO. Аббревиатура расшифровывается как Face Turning Octodrone. То есть октайдрон, у которого вращается лицо. Лицо это сторона. То есть мы привыкли к тому, что обычная пирамидка вращается вот так. И на первый взгляд можно ждать вращений вот таких. Но нет. Вращается именно грани. Поначалу головоломка кажется какой-то замысловатой. Со второго взгляда можно присмотреться и понять, что это очень похоже на обычный 3х3. Именно так я сначала и подумал. Мы помним всякие головоломки 3х3 подобные, которые собираются по алгоритму кубика рубика. При вращении не могут менять форму. Здесь октайдрон форму при вращении не меняет. Но и как трешка он не собирается. Принцип сборки здесь совсем другой. Если присмотреться к строению головоломки, то можно заметить, что углов у нас всего лишь 6. Если возьмем с белой стороны 3 угла с белым цветом и 3 угла с желтым цветом. Помимо белого и желтого у них есть еще по 3 цвета. То есть 6 углов, у каждого из которых 4 цвета. Дальше у нас есть двухцветные элементы. Будем называть их ребра по аналогии с кубиком рубика. Таких ребер у нас 12. И есть центры. На каждой грани у нас три центра. Они имеют по одному цвету. Поскольку граней 8, то центров получается 24. Особенность этих центров в том, что они подвижные и их можно перемещать. Если мы возьмем кубик рубика, то центр у него неподвижен. И при вращении он всегда остается на своем месте. Здесь же при вращении центры перемещаются. Здесь только что была серая грань. Но, сделав два вращения, мы полностью убираем серые центры с этой грани. В перемешанном состоянии ктаедрон выглядит примерно вот так. Собирать мы будем в три этапа. На первом этапе мы расставим по своим местам углы. На втором этапе центры. На каждой грани будем стараться получить вот такой вот знак радиации, как на пирамидке. И на третьем этапе расставим по местам ребра, полностью собрав ктаедрон. Паритетов здесь нет. Головоломка имеет восемь граней, соответственно, восемь цветов. Но мы по обычаю будем начинать с белого цвета. Сборка углов начинается с того, что мы должны интуитивно собрать три угла. В принципе, сборка всех углов достаточно интуитивна. Давайте посмотрим. Вот у нас есть бело-синий угол. Ну, на остальные цвета пока не будем обращать внимание. Вот еще один бело-синий угол. Понятно, что эти два угла должны стоять на одной грани. Белый на одной грани, синим на другой грани. Поставить два белых угла рядом так, чтобы у них соседний цвет совпадал, не составляет особого труда. Поищем к ним третий. Вот третий уголок. Постараемся поставить этот угол вот сюда, так, чтобы было три белых угла на одной грани. Подводим поближе и ставим. Видим, что здесь два белых угла направлены в эту сторону, а у этого белого наклейка направлена в другую. Стоит неправильно, надо переставить. Ну и здесь несколько путей. Для начала можем отвести неправильный уголок сюда. Здесь его повернуть и поставить. И тогда все три угла становятся правильно. Также для того, чтобы развернуть вот этот уголок, мы можем просто сделать пиф-паф, как на пирамидке. Вот у нас пирамидка и вот такой вот пиф-паф. Вот у нас движение будет R, вот это движение будет L. R штрих, L, R, L штрих. И тогда, если довести до нужной позиции, все уголки становятся правильно. И еще один способ сделать пиф-паф, как в кубике рубика. У нас кубик рубика. Нужно вот этот уголок установить вот сюда. Мы делаем пиф-паф. Здесь также. Для начала мы его просто поднимем куда-то повыше, потом уже из этого положения поставим вот сюда. R, U, R штрих. Ну, U штрих. И вот три угла стоят правильно. Любой способ здесь хорош, можно придумать еще кучу других способов. Это первый, который приходит на ум. А так все интуитивно, можно, недолго повращав октейдрон, легко собрать три белых угла. Теперь, собрав три этих угла, мы их опускаем вниз и смотрим на желтые. Желтые могут быть либо сразу собраны, либо правильно стоять может только один. Если правильно стоит только один уголок, то есть вот желтым вверх, белый снизу, желтый сверху. Один уголок стоит правильно. Мы располагаем верхний треугольник так, чтобы перед нами была вершина, а сзади была сторона. И делаем пиф-паф, как на пирамидке. Если уголок слева, начинаем пиф-паф справа. R штрих, L, R, L штрих. И три угла разворачиваются. Остается только довернуть. Ну а теперь три серых угла, три оранжевых и три красных. Ну не угла, а наклейки. Все углы расставлены по местам правильно. Очевидно, что если после сборки белых углов у нас желтый уголок правильно стоящий расположился справа, нам не обязательно перехватывать головоломку. Мы можем просто начать делать пиф-паф слева. L, R штрих, L штрих, R. И так же все соберется. Если у вас получилась такая ситуация, что белые углы собраны, а желтые, как вы не крутите пиф-паф, здесь не собирается, и у вас получилось, что два желтых угла с желтой наклейкой направлены вверх, то скорее всего у вас просто механически перевернулся один из уголков, поскольку такая ситуация невозможна. То есть может быть либо один правильно располагаться угол, либо все, если мы рассматриваем одну грань. То есть, соответственно, мы просто механически переворачиваем угол. Да, здесь уголки флипаются. Ну, что поделать. На этом этап сборки углов завершен. Естественно, можно начинать из других цветов, но для определенности я начал с этих. То есть можно также начать с желтого, а закончить белым. Остальные все собираются автоматически. Почему белые и желтые? Потому что они располагаются друг напротив друга. Остальные цвета запоминать у каждой головоломки, как они где располагаются, ну, не очень интересно. Я за унификацию. Для сборки центров нам потребуется один алгоритм, в котором 4 хода. Если вы помните, из кубика 3х3 рыбку правую, она начинается R, U, R' U. Потом делается R, U, R' U. Но вот эти 3 хода нам не нужны. Нам достаточно только первых 4. R, U, R' U. И повторять их нужно дважды. R, U, R' U. На кубике рубика получается что-то неинтересное, но на октайдроне этот алгоритм переставляет центры по часовой стрелке. Давайте попробуем. Вот у нас серый, оранжевый и красный центр. Напомню, центр имеет одну наклейку. Вот эти вот, это ребра. То, что они имеют две наклейки. Оранжевый сейчас находится сверху, красный справа, серый слева. Сделаем алгоритм. Для того, чтобы его выполнять, нужно грань, на которой мы хотим переставить элементы, расположить сверху. Сзади должна быть вершина этой грани, перед нами должна быть сторона. Как бы перед нами должен быть треугольничек вершины вниз на передней грани. Движение R будет вот такое. Движение U очевидно такое. Делаем оранжевый, красный, серый. Делаем R, U, R' U. Один раз. R, U, R' U. Второй раз. Что мы видим? Углы как были, так остались на местах. Оранжевый центр отсюда переместился сюда. Красный центр отсюда переместился сюда. Ну и серый отсюда переместился сюда. Используя вот такое движение, мы будем собирать центры. Нетрудно догадаться, что если сделать обратный алгоритм, то можно переставить центры в противоположную сторону. Как это будет выглядеть? Уштрих, R, Уштрих, R' Уштрих, R' И центры вернулись против часовой стрелки. Можно использовать этот алгоритм или ему подобные, но мне больше нравится делать зеркальный алгоритм. То есть R, U, R' У, но с левой стороны. К примеру, вот это движение будет у нас L, L' Уштрих, L' Уштрих, L' Уштрих. Так меньше возможностей запутаться. То есть если мы делаем движение справа, то перемещается по часовой стрелке, если слева, то против часовой. Используя эти нехитрые движения, мы соберем весь октейдрон. Больше формулы нам не потребуется. Этих будет достаточно. Единственное, что будут необходимы дополнительные установочные ходы. Начнем по обычаю с белой грани. Для начала я покажу самый простой способ, как это делать. Ну и после полной сборки покажу, как сборку можно ускорить. Вот у нас три белых угла. Здесь должны располагаться белые центры. Мы видим вот здесь белый центр. Если мы поднимем центр вот сюда и переместим его на это место, то, вернувшись, у нас три угла останутся на месте, но здесь появится еще один центр. То есть мы делаем установочный ход, который после нужно будет отменить. Чтобы переместить вот этот центр сюда, нужно переместить эти центры против часовой стрелки. Для этого у нас есть алгоритм через левую руку. ль штрих, у штрих, ль, у штрих. Повторяем. Ль штрих, у штрих, ль, у штрих. Отменяем установочный ход. У нас получается три белых угла на месте и появился один белый центр. Ищем дальше. Мы нашли центр вот здесь. Поднимаем. Видимо, что здесь вот это место свободно. И можем вот этот центр переместить сюда. Для этого нам потребуется движение по часовой стрелке. Чтобы переместить центры по часовой стрелке, нам нужно разместить верхнюю грань таким образом, чтобы перед нами была сторона, а сзади была вершина. И выполнить алгоритм. Р, у, р штрих, у. Р, у, р штрих, у. Видимо, что центр переместился вот сюда. Отменяем установочный ход. Здесь важно не запутаться в установочных ходах и в том положении, откуда делать этот алгоритм. Потому что чисто теоретически можно начать делать алгоритм вот отсюда. То есть не перехватив вот так. Помним, что перед нами должен быть треугольник вершиной вниз. А сверху должен быть треугольник вершиной от нас. Если мы вот из этого положения будем делать р, у, то у нас получится не то, что нам нужно. И мы просто перемешаем весь октейдрон. Видим, третий центр вот здесь. Его нужно поставить вот сюда. Здесь удобнее сделать как? Мы вот это вот пустое место подведем сюда. То есть на ту грань, где располагался центр. Но с исходной грани у нас переместился еще вот этот центр. Если мы их передвинем вот сюда, они все перейдут на ту сторону, которая у нас двигалась. И вернутся потом на место. Вот у нас грань перевозчик. Опускаем. Вот на этой грани делаем поворот центров по часовой, получается, стрелки. Для этого перехватываем октейдрон. Р, у, р штрих, у, р, у, р штрих, у. Теперь возвращаем вот это вот на место. И мы видим, что три центра у нас стоят хорошо. Проверяем. Всякий раз проверяем, что у нас вот эти три угла на каждой грани одного цвета. Потому что иногда можно забыть, какой установочный ход мы делали. И отменить его неправильно. Собрав белый, собираем остальные. Ну, к примеру, синий. Здесь один центр уже есть. Тот, который собираем, располагаем сверху. Ищем еще синий центр. Вот. Нашелся один. Вот к этому его нужно поставить. Но мы можем. Если мы поднимем вот так, то вот этот уже стоящий центр перейдет вот сюда и уйдет обратно. Нам этого не нужно. Здесь проще пустые слоты опустить вниз и в них задвинуть какой-нибудь центр. Опускаем. Переходим на другую грань. И здесь делаем поворот центров по часовой стрелке. Здесь остался только один. Мы его задвинем вот сюда. Для того, чтобы это сделать, мы применим алгоритм через правую руку. R, U, R' U. R, U, R' U. Перехватываем обратно и возвращаем. Теперь у нас два синих центра на синей грани. Дальше. Нам нужен третий центр. Вот этот. Сюда. Если мы будем опускать вот так, то нужный нам центр уйдет вниз. Неудобно. Если мы будем этот центр поднимать вверх, то вот этот центр будет уходить вот сюда. И у нас все равно останется два центра сверху. То есть никто, ни другой вариант не поможет нам сделать три центра на одной грани. Если у нас уже два центра есть, мы можем сделать следующее. Сделать дополнительный установочный ход вот такой. То есть поставить вот эти два имеющихся центра так, чтобы при выполнении вот этого хода они выбивались. Вот они здесь. И уже вот этот центр перемещать вот сюда. Вот у нас исходное положение. Два центра и вот один. Мы размещаем вот эти два центра таким образом, чтобы при поднятии вот этого центра мы выбили вот эти два. Разворачиваем против часовой стрелки. Л штрих, У штрих, Л штрих, Л штрих, У штрих, Л штрих. Возвращаем синий. И у нас был еще один установочный ход. Мы видим, что вот эти уголки не совпадают. Здесь два белых. Белый еще вот здесь. Возвращаем вот сюда. То, что мы противоположное движение делали до этого. Теперь у нас, вот они, знаки радиации. Белый и синий. Такие же, как на пирамидке на самом первом этапе. Мы собрали белые и синие центры. Переходим дальше. Серых нет. Оранжевых нет. Ну, в любом порядке. Давайте соберем оранжевый. Здесь один уже есть. Ищем остальные. Вот здесь есть оранжевый центр. Если мы поднимем вот этот центр вот сюда. То вот этот, который уже стоит на месте, у нас выбьется. Значит, все хорошо. То есть мы теперь вот этот центр должны переместить вот сюда. Поскольку движение было вот этой грани. А это свободный слот. Для того, чтобы вот это переместить сюда, нам нужно выполнить вращение против часовой стрелки. Для этого мы вот эту грань располагаем сверху. Сторона перед нами. Вершина сзади. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Перехватываем обратно. Отменяем установочный ход. У нас уже получается два оранжевых центра. Ищем следующий. Вот у нас получился оранжевый центр вот здесь. Опять же. У нас сверху два центра. Снизу один. Если два, то удобнее всегда выбить эти два новым. И вот этот новый переставить вот сюда. Движение против часовой стрелки. Соответственно. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Отменяем основной установочный ход. И отменяем дополнительный. Проверяем, что вот эти углы всегда одного цвета. Если они будут разных цветов, значит вы где-то ошиблись. Ну, к примеру, вот фиолетовый. Фиолетовый центр находится вот здесь. Вот таким движением. Его можно поднять сюда. И против часовой стрелки переместить вот на это место. Которое свободное. Перехватываем. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Перехватываем обратно. Возвращаемся. У нас один фиолетовый центр появился. Ищем еще. Это ребро. Здесь нет. Здесь мы видим два центра на одном слое. Если мы их перенестим вот сюда, то вот этот пойдет сюда, этот сюда, этот сюда. У нас в итоге все равно останется только один центр. Соответственно, в этом случае удобно будет освободить вот этот слот. Поднять. И переместить. Ну, здесь уже в любую сторону. Чтобы меньше перехватывать, я буду перемещать против часовой стрелки. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Отменяем один установочный ход. И отменяем второй. Проверяем углы одного цвета. Так, собрались два фиолетовых центра. И у нас еще есть третий. Опять же, размещаем два правильных центра на линии сдвига. Установочный ход. И перемещаем этот вот сюда. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Отменяем один установочный ход. Отменяем второй установочный ход. Проверяем углы. Абсолютно однотипные операции мы сейчас делаем для сборки центров. Видим, что у нас еще осталось. Вот, к примеру, зеленая грань. Не собрана. Здесь специально я намешал таким образом, чтобы у нас как можно больше было несобранных центров. В реальной сборке многие из них уже стоят на своих местах. Вот, к примеру, здесь уже красный стоит. Видим, вот здесь красный. Сзади. Можем вот таким движением установить его на красную грань. Вот уголок от красной грани остался. Переместить опять же против часовой стрелки вот сюда. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. Эль штрих. Уштрих. Эль. Уштрих. И вернуть. В первую очередь я всегда делаю те перестановки, которые требуют меньше установочных ходов. Видим, здесь вот центр. Удобнее будет перехватить. Вот этот центр. Надо вот сюда. Ну, сверху два есть. Подворачиваем их вот так. И отсюда нужно по часовой стрелке. Перехватываем. Эр. У. Эр штрих. У. Эр. У. Эр штрих. У. Перехватываем обратно. И возвращаем установочные ходы. Один. Второй. Проверяем, что углы одного цвета. Красные центры собраны. У нас остаются желтые и зеленые. Их нужно полностью поменять местами. Ну, первые движения здесь простые. Просто поднимаем вот сюда. И вот этот центр сместим на это место. Чтобы не перехватывать, опять выполним алгоритм через левую руку. Эль штрих. У. Эль. У. Эль штрих. У. Эль. У. Штрих. Отменяем установочный ход. Дальше. Здесь у нас два свободных слота. Можем вспомнить альтернативный способ. Это опустить вот эти два слота. И вот этот желтый переместить вот сюда. Для этого нам потребуется движение по часовой стрелке. На вот этой грани. Р. У. Эр штрих. У. Р. У. Эр штрих. У. Отменяем установочный ход. Теперь у нас сверху два желтых. Снизу один желтый. Как обычно, подворачиваем вот так вот два желтых. Поднимаем. И перемещаем вот этот желтый центр вот сюда. Эль штрих. У. Штрих. Эль. У. Штрих. Эль штрих. У. Штрих. Эль. У. Штрих. Возвращаем. И отменяем установочный ход. Проверяем. Желтые центры собраны. Оранжевые. Синие. Белые. Зеленые. Серые. Красные. Фиолетовые. Вроде все собраны. А значит, этап сборки центров завершен. Для сборки ребер мы будем использовать тот же самый алгоритм. Для перестановки ребер по часовой стрелке. РУ. РШ. У. Дважды. Против часовой стрелки. ЛШ. У. Штрих. ЛУ. Дважды. Но здесь мы уже не будем делать никаких установочных ходов. Ребер меньше. И кажется, что должно пройти все быстрее. Будет действительно быстрее, но в некоторых случаях придется немножко подумать. Здесь опять же все интуитивно, но я также объясню некоторые моменты. Начнем опять же с белой грани. Белые центры здесь уже стоят. Знак радиации есть. Нужно переставить сюда белые ребра. И видим, вот здесь есть белое зеленое ребро, имеющее два цвета. Если мы переставим его вот сюда, то оно встанет на свое место. Напомню, что алгоритмы, те же самые, что и для центров, также переставляют и ребра. На самом деле они переставляют одновременно и ребра, и центры. Но поскольку центры сейчас все одноцветные, мы перестановок центров замечать не будем. Давайте попробуем выполнить алгоритм. То есть нам на зеленой грани нужно переставить ребра по часовой стрелке. Берем зеленую грань кверху, перед собой сторона, сзади вершина. Делаем алгоритм R, U, R' U, R' U. И что мы видим? Бело-зеленое ребро встало на свое место. Теоретически здесь можно было бы и закончить обучающий материал и сказать, что дальше аналогично. Но не всегда все бывает так просто. К примеру, вот у нас есть белосинее ребро. Но он находится на фиолетовой грани. Если мы переставим это ребро сюда, то оно встанет не на свое место. Нам это не нужно. Каким-то образом ее нужно отправить на синюю грань. Самый примитивный метод это просто переставить это ребро сначала сюда, потом сюда, а отсюда уже вот сюда. И этот метод вполне допустим. Чтобы переставить вот сюда, мы делаем на фиолетовой грани перестановку по часовой стрелке. R, U, R' U. R, U, R' U. У нас ребро перешло вот сюда. Теперь перехватываем и на оранжевой грани отсюда переставляем вот сюда. Делаем перестановку против часовой стрелки. R, U, R, U, R' U, R' U, R' U, R' U, R' U. R, U, R' 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 U. Вот у нас же два белых ребра на месте. Осталось найти бело-фиолетовое. То есть первоначально мы собираем белую сторону. Можно и не белую, но для определенности опять начнем именно с белой. Вот у нас фиолетовое ребро. Как нам быстрее всего переставить ее на свое место? Вот фиолетовая грани. То есть сначала переставим сюда, потом сюда, а отсюда уже на место. Это не самый эффективный способ, но для первоначального знакомства с головоломкой будет полезен. Переставляем против часовой стрелки вот сюда. R' U' U' L' U' 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 Теперь отсюда переставляем вот сюда. Это движение по часовой стрелке. Причем неважно откуда мы с этой стороны сделаем или с этой. Перемещение будет одинаковым. R, U, R штрих, U R, U, R штрих, U И теперь на фиолетовой грани перемещаем вот это ребро против часовой стрелки L штрих, U штрих, L штрих, L штрих, L штрих И вот у нас белый слой собран Будем считать, что это собран первый слой Далее нам нужно собрать 6 ребер второго слоя Вот эти два ребра, вот эти два и вот эти два Мы белый слой располагаем снизу, он нам больше не интересен, а желтый должен быть сверху Здесь мы должны трижды повторить одну и ту же схему Берем боковую грань таким образом, чтобы сверху была сторона треугольника, снизу вершина Не вот таким, когда наоборот, снизу сторона, сверху вершина Вот именно таким образом Это может быть в данном случае либо серая грань, либо оранжевая, либо красная Ну давайте с какой? С красной начнем Наша задача найти два ребра, которые должны стоять вот на этих местах Вот сразу одно находим, фиолетово-красное И можно подумать, что мы сейчас вот это фиолетово-красное поставим вот сюда Что нас держит? Да, конечно мы могли бы Но тогда у нас будут большие проблемы с тем, чтобы поставить вот сюда еще ребро Ну и в дальнейшем собирать все остальные Поскольку наш цикличный алгоритм задействует сразу три ребра на одной грани Здесь будет немножко другой подход Мы вот это ребро поставим на второй слой Но не на свое место, а на соседнее То есть первый слой у нас белый Второй слой это вот этот, разноцветный И вот это ребро и вот это ребро принадлежат второму слою Это ребро верхнее, которое должно стоять вот здесь Мы ставим на соседнее место Ну либо слева, либо справа от своего В данном случае должно стоять справа, поэтому мы ставим его налево Для этого мы выполняем перестановку против часовой стрелки Располагаем красную грань сверху И выполняем алгоритм Напомню, что перед собой должен быть треугольник вершинкой вниз Не вот так Л штрих У штрих Л У штрих Л штрих У штрих Л У штрих И вот Фиолетово-красное должно стоять здесь А встало на соседнее место Это хорошо Теперь нужно найти зелено-красное ребро Где бы оно ни было Находим его вот здесь Отсюда его нужно переставить на желтую грань Ну это сделать легко Достаточно выполнить перестановку против часовой стрелки Л штрих У штрих Л У штрих Л штрих У штрих Л У штрих Выполнив перестановку на оранжевой грани Мы перевели это ребро на желтую грань А с желтой гранью Мы должны перевести это ребро Вот сюда На красную грань То есть ту грань, которую мы собираем В данном случае для этого достаточно перестановки по часовой стрелке Р У Р штрих У Р У Р штрих У И вот что у нас получилось Одно ребро стоит на втором слое Но не на своем месте А второе ребро Которое должно стоять вот на этом месте Стоит сверху Вот такую конструкцию надо собрать Как только мы ее соберем Мы переходим на красную грань И выполняем перестановку В данном случае против часовой стрелки Перестановка должна быть такой Чтобы вот это ребро встало на свое место То есть из неправильного положения Перешло в правильное Тогда ребро, которое было сверху Автоматически займет его место Соответственно встанет тоже правильно Здесь перестановка должна быть против часовой стрелки На красной грани Л штрих У штрих Л У штрих Л штрих У штрих Л У штрих И вот чудо Два ребра становятся на место Я так подробно и нудно это все рассказываю Потому что сам изначально Много здесь ошибался То есть пока вот это выводил Не сразу понял Перестановка цикличная Задействует сразу Три ребра Поэтому здесь стараюсь Поподробнее Переходим на следующую грань На красной мы все собрали Что могли На втором слое Переходим на серую Или оранжевую Кстати Интересный случай на оранжевой грани У нас одно ребро Стоит на своем месте А второе ребро Стоит сверху И вроде кажется Что счастье близко Мы можем выполнить Одну перестановку И поставить Оранжево-синее сюда Но тогда у нас Фиолетово-оранжевое Поднимется вверх Будем Ставить Оранжево-фиолетовое Обратно У нас синее Оранжевое пойдет Не в ту сторону Процесс долгий Нудный И бесполезный Поэтому мы все равно Должны Прийти к той ситуации Которую моделировали На красной грани А именно Для начала Нам нужно переставить Фиолетово-оранжевое На соседнее место Но Вот это ребро Не должно Появиться здесь Мы его должны Сначала Отодвинуть В сторону Для этого Мы выполним Перестановку На желтой грани На верхней То есть вот это ребро Убираем В сторонку Любым алгоритмом Ру Р'у 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 Вот Он у нас Перешел сюда Теперь мы Спокойно Переставляем Вот это ребро На это место И Сине-оранжевое У нас будет Не задействовано Для этого Мы используем Перестановку Против Часовой стрелки На оранжевой Грани Фиолетово-оранжевое Ребро Стоит на втором Слое Но на соседнем От своего Мести Возвращаем Сине-оранжевое Вот сюда Перестановка Против Часовой стрелки Л'у 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 У Вот наша Комбинация Теперь мы Переставляем Вот это ребро На свое Место Автоматически Вот это Поставим На своя Перестановка На оранжевой Грани По часовой Стрелке Р'у 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 Второй слой На оранжевой Грани Собран Переходим На оставшуюся Серую Видим Здесь уже Все ближе Те грани Собраны Зелено-серое Ребро Здесь Хочет сюда Но мы поставим Его на это место На сине-серое Перестановка Против Часовой стрелки На серой грани Эль-штрих У-штрих Эль-штрих Эль-штрих У-штрих Эль-штрих Сине-серое Ребро Подводим Вот сюда Эр-у Эр-штрих У Эр-у Эр-штрих У У И наша Конструкция Готова Переставляя Зелено-серое Ребро На это место Сине-серое Станет На свое место Перестановка Против Часовой стрелки На серой Грани Эль-штрих У-штрих Эль-штрих Эль-штрих У-штрих Эль-штрих В данном случае У нас Октавий Дрон Собрался Но Может и Остаться Вот такая Ситуация Где нужно Выполнить Еще максимум Одну перестановку На желтой Грани Чаще всего Бывает именно так Видим Что здесь Желто-серое Ребро Планирует Находиться Здесь То есть Перестановка Нужна По часовой Стрелке Просто Переставляем И вот так Октейдрон Собирается Это был не единственный способ Сборки Октейдрона Изначально Я собирал Другим И он мне казался Более простым Пока я Досконально Не разобрался В том Который Сейчас продемонстрировал Но Кое-что Из другого Метода Может оказаться Полезным К примеру Если вы Собирали Собирали И вдруг Увидели Что Ну Не дособрали Центры А уже Собрали Все Ребра И не хочется Все рушить Есть алгоритм Который Переставляет Центры При собранных Ребрах Алгоритм Переставляет Вот этот Центр Сюда Этот Центр Сюда А вот этот Центр Вот сюда Соответственно В данной Ситуации Если мы Подвернем Вот так Вот этот Центр Пойдет Сюда Серый Центр Станет На место Серого А вот этот Серый Перейдет Вот сюда Выполним Алгоритм Вот из Такого Положения То есть Вот этот Центр Мы Переставляем На вот Это Место Делаем Движение М Дальше Делаем Р штрих Л Р Возвращаем Движение М Делая М Штрих Здесь Р штрих Л штрих Р И отменяем Остановочный Чет Если он был Необходим Такой алгоритм Переставляет Центры Да И как бы В случае Если вы Где-то Ошиблись Он может Помочь Не начинать Сначала А просто Исправить Свою ошибку В общем и целом Пособирав Разными способами Октейдрон Я пришел К выводу Что тот Который Мною Показан В этом видео Более прост И надежен Сейчас я покажу Сборку С объяснениями В которой Будут еще Некоторые Советы По ускорению К примеру Вот такой Скрамбл Мы видим Два белых Угла Которые стоят Рядом Правильно Ну очень часто Находится Либо два Белых Правильных Либо два Желтых Либо в один Ход Они так Ставятся И видим Что Третий Белый Тоже Можно сюда Подставить Желтый Уголок Один И у нас Получилось Так Что он Правильно Стоящий Расположился Справа Поскольку Это можно Собирать На скорости И вот Лишний Перехват Как бы Тратит Время Можем сделать Пиф-паф Слева Пиф-паф Который На пирамидке Вот Собрались Ну и Тут Доворот Не требуется Дальше Для того Чтобы ускорить Сборку Мы можем Не выполняя Ни одной Перестановки С алгоритмом РУ Р'у Собрать Полностью Белые Центры И Еще Немножко На какой Ни другой Грани Здесь Здесь у нас Сейчас Два Белых Центра Ищем Третий Вот он Движением Среднего Слоя Мы можем Этот центр Поставить Вот сюда Здесь место Занято Поэтому Подвернем И Поднимаем Средний слой И вот У нас Уже Три центра На месте Главное Не забыть Вернуть На место Даже Если У нас Нет Ни одного Белого Центра На месте Движением Среднего Слоя Мы можем Их Все Поставить Вот Один Ищем Дальше Вот Второй Ищем Третий Вот он Здесь И ставим Третий Иногда Правда Придется Подворачивать Чтобы освобождать Место Главное Потом Не забыть Вернуть Дальше Мы Смотрим Ситуацию На Соседних Гранях И видим Что здесь Ну как-то Можно было бы Улучшить К примеру Вот здесь Нет красного Центра Здесь Нет серого Центра Здесь Нет оранжевого Центра У нас Белые Центры Уже Стоят На месте Но мы Можем Вращать Этот Средний Слой И можем Выбрать Какое-то Наиболее Выгодное Положение К примеру Подвернуть Сюда Красный И сюда Серый То есть Ну один Либо два Центра Дополнительно Можем Собрать Почему бы И нет Если Это Доступно Дальше Собираем Все Как Обычно Теми Быстренько Собирать Два Фиолетовых На месте Углы Все На месте Ищем Еще Один Фиолетовый Он Здесь Удобно Брать С этой Стороны Подворачиваем Два Таким Образом Поднимаем И Переставляем Сюда И Отменяем Установочный Ход Фиолетовый Собрался Идем Дальше Видим Красный Чтобы Собрать Красный Можем Использовать Вот эти Центры Выбиваем И Вот этот Можем Вот этот Переставить Вот сюда Как Нам Сподручнее Возвращаем Теперь У нас Два Красных Стоят Вот этот Тоже Нужно Переставить Ну Здесь Опять же Повернем Два Красных Поднимем И Переставим Опять Сюда Возвращаем И Доворачиваем Третья Грань Собрана Едем Дальше Здесь Вот Есть Зеленая Поднимаем Так Переставляем Сюда Отменяем Ищем Еще Вот Зеленый Подвернем Два Центра Выбьем И Против Часовой Отменяем Один Ход Отменяем Второй Ход Зеленый Собрался Дальше Дальше Видим Что у нас Почти Собран Серый Поэтому Можно Его Быстро Дособрать Вот У нас Тут Элемент Заодно У нас Соберется Еще Оранжевый Серый Оранжевый Собрались Как я Говорил Сборка Обычно Бывает Быстрее В среднем 4-5 Минут Выходит Вот Конкретно Меня На сборку Дальше Желтенький Можем Вот этот Сюда Переставить И Еще Либо Синий Либо Желтый Давайте Синий Подвернем И Вот этот Элемент Переставим Сюда По часовой Возвращаем Возвращаем Проверяем Что у нас Собрано А собрано У нас Ну все Центры Вы наверное Обратили Внимание Что сборка Белой стороны В прошлый раз Была достаточно Продолжительна Сейчас покажу Пару моментов Которые позволят Это ускорить К примеру У нас нет Ни одного Белого ребра На своем месте Но они все Находятся По близости Но не на своей Грани Важен Порядок цветов Синий Зеленый Фиолетовый Если мы Расположим Ребра В том же Порядке Но не на своих Местах То это вполне Допустимо Потому что Можно будет Передвинуть К примеру Зеленый Я поставлю На место Синего По часовой Стелке Вот он Стал На белую Сторону Но не На свое Место Фиолетовый Поставлю Вот сюда По часовой И Синий Поставлю На место Фиолетового И вот у меня Три ребра Стоят Вроде бы На белой Грани Но не На своих Местах Важно Помнить Порядок Зелено Фиолетовый Синий Зелено Фиолетовый Синий То что Технически Можно поставить Вот эти Два Ребра И на другие Места И тогда Этот поворот Который мы Сейчас делаем Он уже Не поможет Поворачиваем Вот эти Ребра По часовой И Белая Грани Собралась Немного Быстрее Часто Бывает Еще Вот такая Ситуация Когда Два Белых Ребра Каким То Образом Установить Удалось Либо Они Сами Стояли На Месте А Вот Это Белая Синя Хочется Поставить Но Тащить Его Далеко Можно В этом Случае Сначала Переместить Вот эти Ребра Против Четовой Стрелки То есть Пододвинуть Вот этот Слот Вот сюда Слот Где должно Стоять Белое Синее Ребро Вставить Вот это Ребро Сюда И Вернуть На место Все Белые Ребра И Белый Слой Собирается Перевернув Мы Первым Делом Осматриваем Три Стороны Красную Серую И Оранжевую И На ней Мы Ищем Грани На которых Есть Поблизости Нужные Элементы К примеру Вот на Оранжевой Грани У нас Все Желтые Элементы Они Нам Никак Не Помогут На серой Грани У нас Есть Зелено Серое Ребро Которое Мы Поставим Вот сюда Смотрим Где у нас Синее Серое Вот здесь Далековато Но Терпимо На Красной Грани Мы Видим Фиолетово Красное В удобной Позиции И Нужно Найти Зелено Красное Оно Вот здесь То есть В принципе Можно Начать Либо С серой Либо С красной Не Важно Они Одинаковые Давайте Начнем С Зелено Серое Ребро Мы Поставим Вот сюда Перестановка Против Часовой Стрелки Так На соседнем Месте Она Стоит Теперь Нам Нужно Достать Сине Серое Но Зачем Нам Просто Так Доставать Сине Серое Ребро Когда Мы Можем Сделать Это С Пользой К примеру Здесь Должна Быть Фиолетово Красное Оно Вот Здесь Тогда Мы Ставим Вот Это Ребро Сюда Переместим Сине Серое Вот Сюда Что Нам Пока Не Нужно Тут Сверху Недалеко Есть Зелено Красное Его Подводим Вот Сюда И Пока Мы Достаем Сине Серое Ребро Мы Уже Смастерили Конструкцию Которая Нам Заполнит Два Вот Этих Слота Мы Заполнили Два Слота И Достали Сине Серое Ребро Очень Удобно Подгоняем Его Теперь Сюда Иногда Уже Вот Эти Готовые Конструкции Которые Мы Сейчас Собираем Уже На Какой То Грани Есть И Сначала Естественно Лучше Собрать Их Дабы Не Разрушить То Есть Вот У Нас Зелено Серое В Соседнем Слоте Сине Серое На Изготовке Переставляем Тут Готово Дальше Ну Здесь Были Все Желтые Поэтому Постепенно Подгоняем Какой Нибудь Вот У нас Сине Оранжевое Желает Находиться Здесь Но Будем Ставить Вот Сюда Так Ну И Фиолетово Оранжевое Ставим На Изготовку Собираем Сине Оранжевое Пойдет Сюда Фиолетово Оранжевое Вот Сюда Против Часовой Стрелки Так Ну И Финальная Перестановка На Желтой Грани По Часовой И Все Октейдрон Собран По сути Вся головоломка Собирается Одним Алгоритмом Вы Можете Возразить Что Их Два Один Р У Р Штрих У Другой Зеркальный Но По сути Можно Использовать Только Один Просто Крутить Его Дважды Ну И Они Зеркальные Похожи Быволомка На На Первый Взгляд Страшная На Второй Простая Когда Пытаешься Вникнуть Уже Оказывается Что Вот Эти Вот Центры Не Так Просты Как Казалось Бы Сюда Не Обычный Шейп Мод Кубика 3х3 Там Внутри Крестовина Как Уз Кюба И Пирамидки Собирается Как Вы Видите Совершенно По Другому Максимально Интуитивно Минимум Алгоритмов Но Достаточно Интересно Есть Люди Которые Собирают Это Меньше Минуты Я Пока Не знаю Как Какие Продвинутые Техники Я Пока Становлюсь Вот На Этой Методике За 4-5 Минут Спокойно Не Спеша Можно Собирать Так Что Можете К этому Времени Поначалу Стремиться А на Этом Все Тренируйтесь И Все У вас Получится Всем Спасибо Всем Пока